Я хотел бы объявить наш сегодняшний доклад. У нас докладчик Андрей Валерьевич Чемышев, лингвист из Мариэл, языковой активист, научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, создатель первого марийского подкаста Марий Йогын, основной переводчик интерфейса социальной сети ВКонтакте на марийский язык, лауреат Государства премии Республики Мариэл, заряд словарей марийского языка. У нас сегодня доклад на необычную для нас тему. В контексте того, что мы до сих пор обсуждали, очевидно, что Андрей Валерьевич является специалистом в области компьютерных наук, в отличие от наших предыдущих докладчиков. И сегодня мы узнаем что-то новое о электронных системах цифровых коммуникациях, которые могут использоваться для поддержки языков. Доклад называется «Датасеты для обучения нейросети на примере синтезатора марийской речи». Пожалуйста, Андрей Валерьевич, вам слово. Меня зовут Андрей Чемшев, я изюж Каралы, Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Валерьяна Михайловича Васильева. Работаю научным сотрудником. Я хотел бы по поводу датасета сказать не только про синтезаторы речи, но и машинные переводчики. В перспективе у нас идея еще по распознаванию речи. Что такое датасет? Датасет – это исходные данные. Это то сырье, которое нужно предоставить нейросети для того, чтобы обучить чему-то. Например, вы создаете машинный переводчик. Обычно во всех существующих сейчас машинных переводчиков, будь то Яндекс.Переводчик, Гугл и так далее, там для основы составляют параллельные тексты. Что такое параллельные тексты? Я могу сейчас проключить другой компьютер, и после этого скажите, у меня звук не пропадет. Вот параллельные тексты – это вот, грубо говоря, таблица, где в одном столбце предложения на одном языке, на другом – на другом языке. Это всего лишь вот… Соответственно, приставлены они могут быть разными, в разных форматах. Форматы могут быть translation, memory, там потом всевозможные программы для выравнивания текстов. Я вот сейчас вернусь. Всевозможные программы для выравнивания параллельных текстов, там они бывают у программы АБИ. Еще их мы называем ЭБИ, хотя они сами называют себя АБИ. АБИ-Элигнер, потом есть еще другие есть. Мы пробовали, когда готовили исходные данные для Яндекс.Переводчика, мы перепробовали различные программы для выравнивания параллельных текстов. Для этого использовали и АБИ-Элигнер и так далее. Но последнее… Потом мы немножко прервались. У нас была очень маленькая база для включения марийского языка в Яндекс.Переводчик. Вместе с тем, что было в Яндексе, всего лишь набралось где-то 250 тысяч предложений. Это выравненные предложения. Пара русская и марийская. К сожалению, этого очень недостаточно, поэтому марийский язык, который там сейчас присутствует в Яндекс.Переводчике, переводят очень коряво. В дальнейшем мы предполагали это дело улучшать. Хотели до одного миллиона собрать предложения, как у них везде. Вот, например, русско-английская пара языковая в Яндекс.Переводчике – один миллион предложений. К сожалению, тогда поменялись приоритеты в Яндексе. Ушел тот человек, руководитель отдела машинного перевода Байтин. Он ушел в другую компанию. Туда пришел Дэвид Толбот. Он из Гугла. Шотландец. И они полностью приоритеты поменяли. С российскими языками перестали заниматься вообще. И они погнались. У них была гонка между Гуглом и Яндекс. Чей переводчик, англо-русская пара, чей лучший? Они вот каждый месяц соревновались. Англо-русская пара в этом месяце лучшего у Гугла. В следующем месяце у Яндекс. Вот такой ерунной они занимались несколько лет. И теперь, с недавнего времени, они опять вернулись к нашим российским языкам. После того, как были подготовлены исходные данные для обучения в нейросети. Как раз огромное количество вот этих параллельных текстов для якутского языка. Потом для чувашского. Чуваши вообще вот буквально на днях перевалили один миллион предложений. Это, надеюсь, трудились четыре человека с 2017 года, с апреля месяца 2017 года. Четыре человека. Из них два человека были на оплату. Им платили деньги. Эти двое из своих денег платили. В итоге один заплатил 500 тысяч от своих денег, другой 250 тысяч. Они вот четвером собрали один миллион вложений. Теперь у них, после того, как они эти данные отдадут Яндексу, они могут теперь отдать всем. Гуглу, Фейсбуку, Эппл. И все могут, Майкрософт, и все могут включить. Теперь ничего не стоит. Вот когда есть у вас сывье, исходные данные, да, само обучение нейросети. Что такое нейросеть? Сейчас я вам попробую вывести. Нейросеть – это, грубо говоря, вот сервер, да? На этом сервере поставлена видеокарта мощная, а желательно там несколько видеокарт. Я знаю, вот у Татар шесть видеокарт 3090 Тесла. У нас сейчас Марийский государственный университет закупил пять видеокарт 3090 Тесла. Каждая видеокарта стоит 750 тысяч рублей. Грубо говоря, это то же самое оборудование для майнинга биткоина. Вообще один в один. Но вместо того, чтобы майнить биткоины, здесь ставятся специальные приложения. Эти приложения в основном написаны на языке Python. А дальше само обучение – это две строчки на Python. То есть те, которые рассказывают, что это такая вот очень серьезная работа по поводу нейросети и так далее, они, конечно, лукавят, если они сами не пишут эти библиотеки. Если используют готовые библиотеки, вот эти, TensorFlow, BitTurch, Mixnet, Soki, то я думаю, что там всего лишь две строчки на Python, чтобы запустить этот код в библиотеку. А все это самое основное, рутинная работа, монотонная, с утра до вечера готовить. Это самая вся грязная работа подготовки исходных данных. Вот. Я уже сказал, что Чуваши один миллион перевалили. Что же мы? Мы, когда прервались, три года занимались тем, что собирали корпус марийского языка. Три человека у нас было. И за три года мы должны были, с 2018 по 2020 годы, мы должны были втроем собрать более 20 миллионов слов употребления. Что мы для этого делали? Мы сканировали. У нас есть сканер А2-600, это формат А2+. Мы отсканировали более 5000 марийских книг. Дальше мы их распознавали в файн-ридере. После распознавания получаются ошибки. Вот, кстати, если есть возможность, я сегодня проводил занятия. Но суть в том, что я как раз показывал, как вот с помощью регулярных выражений второкурсникам, когда вот мы распознаем эти тексты после файн-ридера, очень много ошибок получается. Потому что в этих файн-ридере нет словаря поддержки марийского языка. Мы сделали пользовательские. Все равно какие-то ошибки появляются. И вот я сегодня показывал студентам, как с помощью регулярных выражений отлавливать эти ошибки все и их править. Дальше все равно надо проводить вычетку, но все основные моменты можно отловить. Дальше мы просто... Вот если... Сейчас я вот открою сайт. Вот у меня есть сайт для нашего творческого коллектива. У нас три человека. Marilab.ru Мы здесь как раз выкладываем то, что сделали, то, что делаем и какие у нас планы. Вот здесь как раз наверху я здесь... Если я вот пойдем вниз, тут как раз те вещи, которые нужны для полноценного функционирования языка в электронном информационном пространстве. Это раскладки клавиатуры, электронные словари, сервис проверки проописания, машинные переводчики. И тут я как раз наверху написал, что мы как раз сейчас готовим датасет для Яндекс.Переводчика. Здесь две папки я сделал. Перевод направления с русского на марийский и с марийского на русский. На сегодняшний день для нейросетей разницы нет в направлении перевода. Просто это можно было их объединить в один файл и направление русско-марийское, марийско-русское. Для нейросетей на сегодняшний день это разницы нет. Но я думаю, что когда-нибудь в перспективе для нейросетей будет разница. Перевод осуществлялся с русского на марийский или с марийского на русский. И поэтому я чувствую, что такое когда-нибудь появится. На перспективу закладываю, я их собираю в две папки, эти исходные данные. Вы можете зайти в эти папки, скачать, скачать там вот внутри. И вот МХР-11, РУС-11. Это вот МХР это на марийском языке, РУС на русском языке. Если вот направление перевода с русского на марийский и так далее, вы можете скачать все-таки там четыре файла, сложить там количество строк, сколько в одном файле 162 тысячи с чем-то, в другом 116. И общее получается вот на сегодняшний день где-то 280 тысяч предложений. У нас вот выровнены и выкладываем, выложены. Но мы начали совсем-совсем недавно это делать, буквально два месяца назад. И поэтому это выравнивает у нас только один человек. Один человек вот эти предложения выравнивает. Второй человек это я. Я готовлю датасет для создания синтезатора марийской речи. Что это такое? Это звуковые файлы, порезанные, каждое предложение один файл. И готовим тексты. Сначала мы готовим каждое предложение тоже один файл. Вот их мы подготовили. Но для разных библиотек датасеты представляются по-разному. Вот если мы возьмем вот такой, сейчас я в поисковике, LG Speech Dataset. Сейчас наберу LG Speech Dataset. Вот для такой библиотеки, для такой библиотеки, LG Speech Dataset, как раз надо подготовить вот... Так, это меня мешает. Надо подготовить датасет вот таким образом, который я предоставил тоже в облаке. Здесь в папке все звуковые файлы, которые в этом... А все текстовые файлы, они объединены вот в такой файл, метадата.csv. Там текстовым редактором вы, если откроете, то вы увидите, что представляет из себя этот файл. Мы можем сейчас его скачать и открыть вам. Так, 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 так. Вот, это первая колонка, это название файлов. Вторая, это сам текст. Они вот с помощью вот такой черточки выделены. Третий тоже текст. Почему два раза текст? В одном могут быть встречаться... Во второй колонке могут встречаться аббревиатуры, цифры и другие разные сокращения. Допустим, грамм, см, ну, сантиметр. А там, во третьей колонке, их надо расшифровывать. Вот, хотел я вам сделать часть всего побольше. Что-то у меня не увеличивается. Ну, ладно. Вот примерно вот так представляет из себя текстовый файл. Как мы эти файлы делали, да? Мы их записывали специально... Сейчас я могу вам здесь показать с другого компьютера. Вот у нас мы построили такую звукозаписывающую студию. Здесь у нас тон-студия, микрофон, здесь звукоизоляция, звукопоглощение, звукорассеивание, все как надо. Далее мы их записываем в программе, эти аудиофайлы, одним голосом одного и того же человека, чей голос хотим синтезировать. Дальше их режем вот по предложениям, текст. И вот таким образом тоже такая рутина, тоже вот это все надо готовить, готовить. Надо подготовить по одним данным. Я так спросил не напрямую, а через других сотрудников Яндекса спросил у создателя Алисы, сколько надо для того, чтобы синтезатор речи создать. Они сказали, более 10 часов достаточно. Спросил у татар, которые делали синтезаторы татарской речи. Они говорят, нужно более 20 часов. Поэтому я предполагаю, что у татар нет таких технологий, которые есть у создателя Алисы. Поэтому они взяли в два раза больше татасет. Вот я тоже хочу подготовить где-то близко к 20 часам, чтобы создатели Алисы говорят, что и 10 достаточно. Ну посмотрим. Скоро я подготовлю. Я думаю, что через месяц я сделаю первый синтезатор речи, бета-версию. Я выложу на сайт. Исходные данные я тоже выкладываю, потому что вдруг кто-то хочет тоже себе скачать и пообещать. А может быть, использовав другую библиотеку, не эту. Потому что вот ту библиотеку, которую я показал на сайте, если я сейчас еще раз вернемся к нему. Вот эта библиотека, которая лежит в интернете. Здесь вот пример английской речи. Тут вся порезанная. Вот как все это сформировал мне датасет, как я его делаю. Но здесь одна проблема. Битрейт. Битрейт здесь используется 22 050. А это очень и очень мало на сегодняшний день. Нормальный битрейт начинается от 44 100. Поэтому, конечно, мы для того, чтобы именно на этой библиотеке сделать синтезатор речи, мы ухудшим наши эти звуковые файлы. Там есть специальный скрипт, можно одной командой их все файлы перевести в битрейт 22 050. Но я считаю, что это мы просто пробуем, чтобы сделать синтезатор с помощью этой библиотеки. А так, эту библиотеку надо по уму переписывать. Надо переписать. Битрейт надо здесь сделать 44 100. И, возможно, еще надо попробовать другие библиотеки тоже. На них тоже пообучать. Я думаю, что вот потом займусь, когда сделаю мужской голос, марийский, женским голосом. Дальше сделаю гарномарийский тоже. Это то, что касается у нас дата-сета для синтезатора. Вы, если у вас есть по ходу вопросы, вы можете мне их задавать. Я буду так обрывать. Можно я задам вопрос? Скажите, пожалуйста, а в чем цель этого синтезатора? На что он направлен? Потому что от этого зависит, какого типа данные вы используете. Ну, цель синтезатора. Первое. У нас, допустим, есть сайты марийские, где есть слепые. Они не могут их читать. Они могут только новости прослушивать. Вот, в первую очередь, я хочу, чтобы для слепых это можно было использовать. Второе. Во многих... Я многие-многие электронные словари посмотрел. Вот те вот, сейчас я открою наши электронные словари, когда я работал в Сыктывкаре, с первого дня создания Центра инновационных языковых технологий, в 2015 году я оттуда ушел. Вот эти все электронные словари, которые мы сделали, вот здесь более 20 электронных словарей. Сейчас во многих странах электронные словари, конечно, все вот иллюстративные примеры озвучивают синтезатором. Но сами названия словарных статей, они записываются голосом настоящего человека, чтобы не было кривотолка, чтобы синтезатор неправильно его синтезировал, и человек неправильно его там слово изучил, выучил, например. Поэтому это второе. Третье. Для чего этот синтезатор речи мне нужен? Я, конечно, не этот синтезатор речи, который я делаю. Этот будет другой, который я сделаю. Он мне нужен для голосового помощника. Потому что я, когда я сделаю синтезатор речи, я займусь созданием распознавания речи. Я тоже примерно представляю, как это сделать, распознавание речи. Это надо один и тот же текст, чтобы прочитали огромное количество людей. Именно прочитали на диктофон, а не в студии, как вот я показывал. На диктофон, на телефон, когда шумно, на улице, когда кто-то мимо проходит, там шум, гам, должны быть разные люди, дети, взрослые, мужчины, женщины, пожилые, люди с дефектом речи, люди, говорящие на акценте. Возможно, даже люди, может быть, даже пьяные. Ну, все, все, все. Они должны прочитать этот текст, один и тот же текст. Дальше вот это тоже так же нарезается, и для, можно обучить нейросеть, чтобы он голос начал понимать и выдавать в текст. Когда мы сделаем распознавание речи, после этого можно будет попытаться сделать что-то типа Алисы. То есть у вас полностью все данные, это то, что дикторы читают с письменного текста? Да, для синтезатора с письменного текста, а вот для распознавания, я пока еще не начал собирать датасет, но пока только пробно несколько файлов мы сделали, это записывается именно на диктофон текст. Но тут есть разные пути. Вот, допустим, Firefox, он как делает, они там разные тексты, разные тексты дают читать разным людям. Ну, я буду тоже, конечно, текст менять, но не так вот, как в Firefox. Я буду, допустим, может быть, один и тот же текст будут давать читать там тысячу человек, чтобы прочитали меня. Ну, я спрашиваю вот почему. Мы ведь все знаем, что люди читают не так, как они говорят естественно. Вы можете услышать, я сейчас говорю просто, как я говорю, или я читаю какого-то текста. Если у нас полностью все данные искусственные, в том смысле, что люди просто зачитывают с письменного текста, то у нас, соответственно, нейросеть тоже будет знать только такую речь. А естественную речь она не будет производить, а в дальнейшем будет и плохо распознавать. Вот есть ли такая проблема? Да, это такая проблема есть. Естественную речь тоже будем думать как-то. Потом, когда мы сначала разберемся с такой речью, потом возьмемся и за другую. Вот такие вот у нас планы. Ну, пожалуйста, коллеги, сейчас вот Андрей Валерьевич предложил задавать вопросы в этом месте, по той части, которая уже была. Вот тут у Елены Кличко, по-моему, вопрос. Пожалуйста. Ну, я могу его зачитать раз. А, да, да, вот в чате. В чате, да. Можно ли данные записанные для марийского языка каким-то образом переиспользовать для горномарийского? Или нужно с нуля все делать? Мне, конечно, все можно. Все можно использовать. Вот когда эта технология есть, например, в Яндексе, мы, когда им собирали тексты на луговой марийской литературной норме, а для горномарийского они его просто переконвертировали. Фактически переконвертировали. Также можно поступить между татарским и башкирским языком. Вот, поэтому можно использовать один и тот же текст. Есть ли еще вопросы на этом этапе? Насчет данных для использования других языков. У меня сейчас в данный момент есть идея создать библиотеку на основе питона, которая будет не только морфологию обрабатывать, но и словообразование. Потому что мы, когда делали корпус марийского языка, когда я делал систему проверки правописания марийского языка, я делал свою версию морфоанализатора. Там Tron, Tron, сверут в Тремсе и Джек Риттер из Хельсинки. Они делали свою версию на основе XFST, HFST. Потом Джереми Бретли в Вене, он делал свою версию. Слава Келеев в Тюмени другую. У нас 5-6, наверное, морфоанализаторов есть марийского языка. Но я понял, что надо делать такую библиотеку универсальную, которая может быть туда. Она будет храниться, допустим, где-то на GitHub. И я буду делать библиотеку, которая будет не только морфологию обрабатывать, но и словообразование. Для этого я в журнале «Финного управления» за 20-й год для программистов сделал такую одну статью небольшую, где полностью привел список всех словообразовательных суффиксов и формообразовательных аффиксов. И у нас получилось, что так же для Агрономаристского сделаем. Для Чуварского, для Коми, для Аутморского. Возьмем для начала 10 языков. Если вот такую библиотеку мы сделаем, то тогда, я думаю, что туда будет увеличиваться все это количество языков. И у нас будет такая единая библиотека, которую можно будет использовать в разных программах для анализа, в том числе словообразования. И далее у меня есть следующая идея, как их связать, все эти языки между собой. Все, допустим, словоформы и так далее. Их можно будет объединить с помощью графоориентированной базы данных. Потому что тогда уже не важно, нормированное это слово, или это диалектное, или это разговорное, это или, допустим, у нас вот, это или орфография 1972 года, это или орфография 1994 года, или это орфография 2011 года, или неологизм, это будет совсем не важно. И неважно, на каком языке, если вот эта идея когда-нибудь осуществится, то тут надо будет использовать графоориентированную базу данных. Так, есть ли еще вопросы, коллеги, сейчас? Докладчику нашему. Но если нет, тогда, наверное, пойдемте дальше пока что. Помимо того, что... А, я могу открыть тот корпус у нас. Конечно, он пока очень примитивный, да? В данный момент примитивный, потому что я его хочу сделать по-другому. Ну, наша задача вот это была, вот это все собирать, собирать. Сейчас я открою какое-нибудь слово. Виангами. Вот 20 миллионов 666 тысяч 343 слова употребления, и вот это слово Виангами, вот где он нашел название, название книги, автор. Вот, к примеру, ну, где угодно, да? Нажмем. Он у меня выводит лему. Это слово причастие, да? Образовалось или от глагола Виангаш, или от глагола Вианаш. И морфонализ он делает, и перевод. Перевод приводит только как переводится, без всяких грамматических помет и без примеров. И каждому слову вот так у нас выводится, допустим, такой анализ проводится, да? Вот. Ядр. И так далее. Я почему вот это слово хотел вам сказать? У нас в грамматике морфонизм и высокотникения описано, это причастие Виангама, оно может являться или отрицательным причастием от слова Вианаш, или страдательным причастием от слова Виандаш. При этом это является амонимами и одновременно антонимами. И это у нас правило каждый день описано. Просто мне один человек говорит, что такое со словом Виангами? Я говорю, а что с ним не так? Мне говорит, сегодня кажется он так, а на следующий день кажется другого, противоположного значения. Я говорю, он является я амонимом, и сразу антонимом. И я хочу вот тоже это все переписать, информационно-поисковую систему этого нашего корпуса. Я думаю, что на основе, когда-нибудь мы это сделаем. Так, о чем еще вам рассказать? То, что там в нейросетях, все очень просто. Главные исходные данные. А никто их делать не хочет. Все хотят в белых перчатках написать пару строчек кода на языке Python и сказать, вот мы обучили нейросеть, и это мы создали там то-то, мы создали это. А вот это 95% работы в этом заключается в создании вот этой вот исходных данных этого сырья, который по-другому называется датасет. Ну, а можно как-то автоматизировать процесс создания датасета, чтобы все было не совсем вручную? Да, частично можно автоматизировать. Когда, например, мы открываем файлы, где, например, полчаса записи, да? И там тысячи предложений. Можно, но все равно их надо прослушать. Надо же их там, допустим, обработать, компрессировать, выравнивать. Ну, работу звукорежиссера проводить. И дальше можно идти расставлять метки по каждому предложению. Расставил метки. Дальше можно эти метки выключить в качестве, в виде текстового файла, только метки. Написать небольшой bash-скрипт с помощью ffimpact. Он будет автоматически резать его и, начиная, допустим, какой ему задаешь, начиная, допустим, файлы, начиная 10 тысяч 5, 10 тысяч 6, 10 тысяч 7, он будет вырезать все, что находится между метками, создавать новый файл и сохранять. И это все в течение одной минуты скрипт отрабатывает. Таким образом, полуавтоматизировать какие-то процессы можно. Также можно полуавтоматизировать создание одно предложение в один файл текст. Тоже можно написать такой сплиттер на основе регулярных выражений, которые их будут разбивать. У меня такие тоже есть, они я их использую. Разбивать по предложениям, дальше я начинаю с такого, их сохранять. Дальше все равно надо идти все проверять, потому что скрипт может где-то ошибиться, где-то заглючить, где-то там. Плюс есть некоторые ограничения в разных библиотеках. Вот ту библиотеку, которую я вот еще раз к нему вернусь, показываю, здесь максимальная длина звукового файла 12 секунд. То есть до 12 секунд. Это, например, 11 секунд, там 99,9 сотых секунды, тогда он нормально. А там 12 и 0,0 отна уже надо резать. Это предложение надо резать на две части. И также в исходных данных это все отражать. И тексты тоже так же все их соответствующим образом помечать. Вот. Тоже это все проверяется тоже быстро. Там с помощью баш-скрипта можно вывести список всех файлов, у которых длина превышает 12 секунд. Ну и вести их там отсортировать и начать там с самого длинного и их проходить. Все, что длиннее 12 секунд, их сидеть и резать пополам. Вот такая вот тоже вся высокоинтеллектуальная работа, которая, в принципе, не требует никаких знаний, только вот усидчивость, сидеть, сидеть, делать с утра до вечера. Конечно, когда-нибудь я, может, научу людей, чтобы могли там готовить вот эти датасеты для создания машинного переводчика, для синтезатора, речи. Ну, пока не знаю, кого. Может быть, кого-нибудь. Кого-нибудь и научу, кто захочет. Там еще один вопрос в чате опять от Елены. Очень хороший вопрос. Сейчас. А, это телепередача, радиопередача. Это вы для распознавания речи имеете в виду, да? Использовать. Чтобы их взять голос, дальше текст. Да, можно. Это вот готовится, допустим, я знаю, башкиры готовят тоже датасет для распознавания башкирской речи. Ну, тоже они там на начале, ну, в таком. Только начинают. Да, они используют и вот телепередачи, и радиопередачи, да, используют. Вот. Мы же тоже ведь, когда записываем вот эти все ауди, все ауди записываем, мы их не только используем для себя, там, режем, там, в качестве датасета. Мы их выкладываем в подкасты, чтобы с этого, допустим, в какой-нибудь подкаст я выложу, оттуда XML-файл показываю Apple подкаст, Яндекс.Музыка, ВКонтакте подкаст, и еще в другие, Google подкаст, и они автоматически расходятся по всем подкастам, и люди их могут слушать, потому что... Ну, то есть в этом плане есть смысл актера именно профессионального нанимать, чтобы люди могли это как бы и для удовольствия слушать, да? Ага, поняла. Логично. Потому что я вот последнее большое произведение мы записали, это Арси Волков, женихи на марийском языке, 17 глав, получилось 9 часов. Вот я в качестве вот примера я вам открою ВКонтакте, потому что у меня Ну, у меня ВКонтакте интерфейс на марийском языке, что я уже переводил. Вот, кстати, есть тут у нас электронка не какую-то группа, вот здесь как раз электронная библиотека, да? Тут даже последнее мне выложили, попросили выложить диалектологический атлас отморского языка, потому что, а, вот Артем тут даже комментарий оставил. А здесь книги, электронные книги, а вот Марий Йоган здесь как раз подкасты. Да, последний ошибся, это Никон Игнатьев, Комсомол Адар, это на карномарийском языке мы записали, 14 глав. А предпоследний это был как раз Арси Волков, 9 часов, 9 часов, можно эти все скачивать, во флешку записывать, например, люди, когда едут там, я не знаю, из Мариал, допустим, в Мишкино, в Башкортостан, как раз ехать 9 часов, 10 часов. Не все время же песни слушать надоедает, можно всю дорогу прослушать эту повесть, например, люди книги не читают, они хоть могут послушать в машинах и еще где-то. Здорово, спасибо. Также я вот еще в Телеграм переводил на марийский язык. Правда, это все занимает время, это перевод ВКонтакте, обычный, конечно, там очень много-много ключей, каждый день цепится. Успевать, конечно, сложно. Много чего? Да. Много ключей. Вот они вот... Ключи? Да. Что такое ключи, понятие вот этих ВКонтакте и так далее, Телеграм. Это это или слово, или словосочетание, или предложение, или несколько предложений. Вот это у них ключи вот называется. Допустим, они могут быть... Там ключ это одно слово, или вот огромное количество текста. Их надо вот переводить для того, чтобы интерфейс локализовать. Вот. Кстати, вот мы в электронную библиотеку, сейчас и зайдем. фенограведение. Вот, 20-го года у нас тут журнал фенограведение. Вы там посмотрите, я как раз тут сделал статью, именно приспособленную для программистов, где я вот расписал все эти словообразовательные и формообразовательные наши соффиксы, потому что в нашей книге Марийской почитаешь, Иван Степанович Галкин всегда везде писал, что у нас словообразовательных соффиксов в марийском языке около 40 штук. А Учаев, он уже практически все расписал, сколько их, да, но постеснялся перечить Галкину и написал. Ну, по мнению Галкина, их там 40 штук словообразовательных аффиксов. Но я посчитал, у меня получилось 137. Вот. И формообразовательных за 80. В итоге более 200 аффиксов словообразовательных и формообразовательных. Вот. Так. Еще мы вот, кстати, делали словарь сравнения марийского языка втроем. Это на основе корпуса. Этот словарь сравнения мы сделали под свободной лицензией. Поэтому его даже можно скачать в этом Википедии, на Викискладе. В данный момент мы делаем словарь репитиков марийского языка. Тоже на основе вот этого материала текста корпуса. Его закончим вот в этом году словарь репитиков. Словарь сравнений вот такой, я думаю, что кроме русского языка у других народов у нас в России нет. Вот. Такие дела. Очень интересно, кстати, вот когда эти все произведения пропускаешь через наши все условия, да, вот мы когда искали сравнения, эпитеты, и можно там составить список авторов, поэтов, например, у которых нет ни сравнений образных, ни эпитетов. Это можно сразу их как бы причислить графоманам, да, то есть можно даже такие списки составить. Ну, конечно, мы так не делаем, мы сразу станем врагами писателей. Ну, по крайней мере, когда их делаешь, сразу видишь, что там еще у них в текстах наших авторов. Какие у вас еще есть вопросы? Пожалуйста, коллеги, вопросы. я, пожалуй, вот такой вопрос задам. Я полагаю, что вы занимаетесь очень важной работой для марийского языка, для носителя марийского языка. и мой вопрос стоит в том, ощущаете ли вы, ну, так сказать, у тех адресаторов, для которых вы делаете этот контент, эти материалы, что они ими пользуются в достаточной мере, что это востребовано? Да, вот, например, словари, электронные словари, которые у нас, онлайн-словари, которые еще вот, также и остались на dictfuelab.ru, на сайте Центра инновационных языковых технологий, которые в Сыктывкаре. Вот здесь есть, допустим, какие только нет словари. Тут даже есть нанайский словарь, который меня Вася заставил сделать, есть тут мансийский словарь, здесь есть поми, утморский, разные-разные словари. Вот у нас, если вот этот сайт, с сервером что-то случается в Сыктывкаре, полдня сайт не работает, мы там столько уже писем получаем, столько этих людей вопят, говорят, где, где эти словари, мы ими пользуемся каждый день. Это насчет электронных словарей. то, что локализация вконтакте и телеграм используют, я знаю, потому что я вижу, я сделал специальную по телеграму специальную группу, в которой люди туда заходят, подписываются, скачивают, как туда поменять интерфейс на марийский. И, судя по количеству людей, я вижу, 200-300 человек их используют в телеграме марийский интерфейс. Вконтакте тоже так же примерно. Кто-то использует. А насчет электронных словарей, там да, там сразу, там в ту же секунду, наверное, люди начинают сигнализировать. Плюс электронные книги, PDF. Если тоже что-то не получается, начинают сразу, в первую очередь, конечно, мне начинают звонить, звонить учителя. Мы, говорит, не можем найти марийский язык для третьего класса. Нам министерство образования не додало сколько-то учебников, там у нас их не хватает вечно, давайте нам PDF. Вот я им что нахожу, я им сканирую и выкладываю для школ. Очень, конечно, это то, что марийские, а в Башкортостане они даже наши учебники не получают. Вот, поэтому они пользуются только PDF-ками, к сожалению. Да. Вот, если их не выкладывают, они начинают обзванивать. Где наши PDF-ки? Министерство образования отправляет на дистанционное обучение, ни одной PDF-ки не дают. Как они там это делают, не знаю. Артем Федоринчик, у меня много вопросов, но могу задавать по одному, чтобы не бюзерпировать эфир. Да, давайте так и сделаем, Артем. Андрей Челун. Ну, я, как всегда, восхищен тем, сколько ты на себе тащишь. Единственное, что вопросов, конечно, много, но поскольку я отвлекался, может быть, прошу то, о чем ты уже рассказывал. Поэтому сразу извини, если такое случится. Значит, первый мой вопрос, это связан с автоматическими переводчиками. к сожалению, есть случаи, когда вот эта работа по созданию автоматических переводчиков, скажем так, немножко идет во вред. То есть, чувашское правительство сразу сказало, что нам нужно разработать автоматический переводчик для того, чтобы на сайте те новости, которые у нас появляются на русском языке, мы переводили в автоматическом режиме на чувашский. Соответственно, это будет с ошибками, со всякими тесами, но это просто, так сказать, чтобы сэкономить, чтобы не париться. В Башкортостане сказали, так как у нас есть переводчик на башкирский язык, то нет смысла нам вводить уроки башкирского языка в школе, потому что вы можете просто пользоваться переводчиком. Еще один случай, когда в Белоруссии задержанный попросил милиционера с ним составлять протокол и так далее на белорусском языке, этот милиционер просто все загнал в угол переводчик, значит, куча ошибок, но формальное требование он выполнил. В этом смысле у меня есть опасение того, что вот эта работа, она может немножко, так сказать, сыграть злую шутку, потому что, а зачем учить язык, если у нас есть переводчик? В этом смысле, может быть, не столько делать переводчик марийско-русский, сколько русско-марийский, вот таким образом повернуть дело, тогда таких злоупотреблений будет меньше. Я понял. Ну, к сожалению, я уже тут говорил, что на сегодняшний день нейросети без разницы направление перевода, это вот когда-то исходные данные брались, перевод был с русского на марийский или с марийского на русский, или и так, и так, поэтому на сегодняшний день библиотеки, таких библиотек нету для нейросети, чтобы обучать. Я, по крайней мере, может, они делаются кем-то, я их не видел. Насчет нужно, не нужно машинные переводчики. К сожалению, вот то, что я такой некачественный переводчик наш марийский в Яндексе, меня уже все проклинают. Я теперь самый главный брак у всех, те, которые не хотят официально заказывать переводы вывесок. Им лень вывески, допустим, переводить официально, да, у нас, допустим, марни, а не стоит копейки вот эти вывески перевести. Они сами там вбивают, яндекс-переводчик переводит где-то коряво и эти вывески вешают. По городу очень много вывесок с ошибками и во всем виноват сейчас я, потому что некачественный там переводчик. Только ради этого я хочу его сделать до одного миллиона, хочу довести, чтобы он переводил, уж таких ошибок не делал, именно, которые вывески вывешивают, а то смотреть на это уже как-то не так много, они же ведь как, они эти вывески неправильные появляются, их тут сразу тот же день фоткают, их размещают везде в интернете и говорят ага, вот это из-за Андрея, потому что он некачественно сделал Яндекс-переводчик, теперь все мучаются и вывески получаются вот с ошибками, поэтому я вот тут чувствую вообще свою вину, конечно, и поэтому хочу это делать более-менее качественно переводчиком. Я думаю, что нет, нет, ничего не случится из-за переводчика, вот мы были, когда совсем недавно в Мишкино ездили, это село Мишкино, райцентр Башкортостана, там, когда приезжал глава Башкортостана, Радия Хабиров, ему задали вопрос, потому что процентов 80-90 жителей Мишкинского района, это Марицы, они говорят, нам нужна школа с углубленным изучением марийского языка. Те, которые школы, говорит, Марийский есть, у нас как бы нам нужны полилингвальные с углубленным изучением. И он там дал команду построить такую школу в Мишкино, полилингвальную школу с углубленным изучением марийского языка. И буквально, как мы там побывали, через день приехала делегация Министерства образования Башкортостана, они уже наши опыты смотрели, как у нас преподавание идет, наварийский язык и так далее. Поэтому, я думаю, что переводчик, что он всего лишь помощник, тут нет, он не заменен. Артем, я тут не согласен. Это как продвинуть электронный словарь всего лишь. мы надеемся, что нейросеть никогда не сможет головной мозг обойти человека. Никогда. А те, то, что люди, которые над этим работают, не будем их перечислять, все их знают, они же не иначе как сатанисты их не назовешь, но у них идея-то никогда, а мы-то надеемся, что этого не случится. Все искусственные интеллекты и так далее вред не будут наносить и нашим языкам, и людям. Это будет только как в помощь. Еще какой вопрос активный? Еще вопрос такой, так как я активно пользуюсь, ну, по крайней мере, несколькими словарями из тех, которые представлены на сайте финно-угорской лаборатории, что давно меня интересует, а нельзя ли сделать так, чтобы поиск производился не только по леме, но и по словоформе. То есть, например, человек, который только начал изучать язык, он может не знать, какая именно эта форма глагола, но он бы вводил эту форму глагола, его бы перенаправляло на заглавную лематическую статью. Сейчас попробую открыть один сайт. Так, 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 так. Кстати, вот есть один словарь коми, да, я не помню, куда его они лавзики, то ли вот в этом портале, где для изучения коми-языка есть один электронный словарь, который по словам коми-язык. Для изучающих как раз коми-язык. Вот здесь, здесь где-то надо искать. Это надо, или коми-к только, да, где-то здесь, вот в этом портале, Артем, поищи, найдешь. Да, я понял, ну тут вот в меню можно, наверное, выбрать и так далее. А вот на этом сайте нельзя такое реализовать. А? Вот на этом сайте, который ты сейчас открыл, нельзя такое реализовать? Вот здесь? Да. Можно, но надо ее переписывать немножко, дописывать. А нету людей, никого же нету. Вот там даже вот сейчас в Цыктывкаре, да, в Центре инновационных языковых технологий программиста нет, потому что Димон ушел в Академию госслужбы. Руководителя там нет, Марина Федина ушла. Вот. Мне предлагали возглавить вот этот Циат в Цыктывкаре. Я сказал, ну я сейчас не хочу уже ехать в Цыктывкаре. Вот. Поэтому некому делать людей нету. А так, конечно, это можно все сделать. Мы тут даже недавно взяли, вот, совсем недавно же мы выпустили в Марнии двухтомник русскомарийский словарь. Вот мы его тоже первый же день, как книга вышла, мы его сразу выложили сюда. Электронный словарь. Вместе с бумажным и электронный словарь. Вы можете тоже его посмотреть здесь. Недавно сидели с Виталием Пронином вот этот там XML, который там сейчас находится, внутри XML, да? Мы его более модернизировали эту XML, более так его раскладывали с Пронином, чтобы можно было сделать такой, ну, быстро его можно было конвертировать в JSON, YAML, чтобы можно его потом было использовать в каких-то мобильных приложениях. Вот. Например, боты писать какие-то там для телеграммы, для других мессенджеров. Ты слово спросил или слово форму, он тебе сразу выдал. Ну, то есть не в первом значении, как ты говоришь, он тебе выдал словарную статью. Ну, делать-то некому просто. Вся проблема уедома. Следующий вопрос это сканирование книг, я так понимаю, вот этим профессиональным сканером, который, ты говорил, миллион рублей стоит, да, в основном сканируется. Да, LR-A2-600, это, сейчас я попробую в интернете найти, LR, LR-A2-600, это, а, и лучше писать по-русски, LR-U, а этот мы сканер купили, кстати, когда мы создавали корпус на три года, у нас было как раз финансирование одно, к столетию республики Мариел, из этих денег мы купили себе сканер, вот, сейчас попробую найти картинку, как он выглядит-то так, ну, нету, к сожалению, не вижу, но что-то вот, я картинку не вижу, но надо найти LR-A2-600, вот это в компании вот этот LR, вот, да, мы его купили за миллион сто, у нас были вот, как раз деньги на корпус там выделен к столетию республики Мариел, и мы из этих денег купили сканер LR-A2-600, купили сервер, вот, как-то так, и сканировали, 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 кстати, мы, эти сканеры, сканер, который у нас тут находится, мы же, у нас людей-то, раз-два общался, мы втроем работаем, да, и он простает, очень долго, и к нам обратились газета Марийская Правда, они говорят, к столетию газета Марийская Правда, мы хотим создать 100-летний архив газеты Мар-Правда, мы хотим воспользоваться вашим сканером, сколько это стоит, я говорю, ничего не сколько не стоит, приходите и сканируйте, вот они за полгода полностью отсканировали 100 лет архив, теперь их режут, вот эти подрезки вот доделывают, и буквально вот у них скоро будет сайт с полудекстовым поиском все 100 лет газеты Марийская Правда, вот, на сайте, поэтому мы там даем людям бесплатно работать на них, на этом сканере, надеемся, что и газета Мариел, раньше это была Марика Муна, Угарня и другие марийские газеты тоже сделают свои архивы и также выложат в интернет, Ну, следующий вопрос, который в связи с этим возникает, они же делают нераспознанные PDF-ки, правильно? Есть какие-то способы сканировать таким образом, чтобы это сразу были распознанные тексты? Есть. Ну, почему? Все равно же ты их пропускаешь через FineReader, правильно? Эти все сканы, когда создаешь PDF-ки. Или ты хочешь просто их сканировать сразу делать PDF-ки? Ну, да, если использовать программу, которая входит в комплект к сканеру, у тебя получаются нераспознанные PDF-ки. Ну, PDF-ки надо делать красиво, а красиво можно их сделать только в FineReader, надо их выровнять, вырезать, все, каждая страница была одинаковая, не так, тяп-ляп там сделал и все. Поэтому я считаю, что все равно надо использовать FineReader, в FineReader, если нет даже языка, словаря поддержки, то это же все равно можно все сделать. Вот, например, если видно, не видно будет, я сейчас хочу открыть на одном ноутбуке файл, который я делал для Васи. Ульческо-русские слова. И русско-ульческие слова. Сейчас я проключу. Вот смотрите, это в FineReader, да? Какие языки мы использовали для распознавания? Мы использовали Ру-Шпирал, это я так обозвал, русские с ударениями, ульческие и русские. Вот смотрите, здесь я распознавал русско-ульческие слова для Васи. Тут и русско-ульческие и ульческо-русские. Как я их распознавал, если нету этих языков в FineReader, да? Вот здесь описание про слова. Вот даже хочу дойти, ну, не важно. Вот, к примеру, вот такой тут алфавит. Для этого я создал пользовательский язык, вот если выбор языков вы делаете, да? Создал ульческий язык, пользовательский. Руш-Пиралович это просто русские буквы с ударениями. И ульческий язык создал. Вот если я вот таких пользовательских языков создавал, там себе сколько угодно могу, там, на Найске, например, да? Старомарийский, вот Мурцкий, Коми, вот. И вот в эти пользовательские языки я могу включать, я вот в эти пользовательские языки могу включать, допустим, пользовательские словари поддержки, например, если есть достаточное количество правильных словоформ. Вот. Давайте посмотрим, как он мне распознавал ульский текст. Вот. Вот если вот с левой стороны то, что на картинке, да? А с правой стороны это то, что распознано в текст уже. Вот видите, это русское о сударении, он его распознал. Потом определенные вот какие-то знаки, буквы. Сейчас тоже вот, да, хочу. Но если его обучать, он распознает. Мы можем просто пройти дальше. Сейчас посмотреть. Ага. Вот смотрите. А с долготой, да? Он у меня его распознал. Хотя, хотя вот видели, да, там А с долготой? Он его в текст распознал. Хотя такой буквы в Юникоде нету. Соответственно, такую букву А с долготой или другую, допустим, букву с бреевисом, с долготой, его нету. Я его собирал из двух знаков. Из буквы А и самого этого символа долготы. И его туда показал ему, что вот ульческий язык состоит из таких и таких и таких знаков. Дальше я его когда распознавал, я его немножко обучил, что вот именно это не А с каким-то ударением, не А с бреевисом, а именно А с долготой. И после некоторых итераций он начинает понимать, что это А с долготой. И вот таким образом можно сидеть, обучать любому языку, которого даже нет в файн-ридере примерно как-то так. То есть здесь я на примере показал то, что распознание ульческого текста. Артем, у вас еще есть вопросы? Ну, еще два вопроса. Значит, вот этот алгоритм, который с файн-ридером, газета, которая оцифровала свой архив, они это делали, потому что если они это не делали, эти тексты никак нельзя использовать. Нет, Артем, тут оговорка. Столетний архив, это марк правда, он на русском языке. С русским языком проблем нет в файн-ридере. Но все равно это здорово, что они начали делать. Это уже подстегнули они наших других газетчиков. Они уже марийские газеты тоже собирают свои архивы делать. Потому что мы думали, что надо делать архивы марийских газет, но один не успеваешь все это делать. Поэтому когда Марправда это сделала, она еще заявила всем, вот мы сделали 100-летний свой архив газеты, его выкладываем в интернет с текстовым поиском. Если марийские газеты если вы их не будете делать, Сергей Дружинин, главный редактор марийской правды, тогда я их буду делать. И все уже им стало стыдно главным редакторам. Они уже сейчас думают как начать процесс создания архивов газет. Это был бы хороший материал в том числе для корпуса марийского языка. Ну да. И еще важный вопрос. Вот этот проект тысячи мультфильмов, который значит... Да, я к нему пока никак не подберусь. Это такая идея, потому что мы же студию сделали, и там у меня висит экран, телевизор для того, чтобы туда транслировать мультфильм, и допустим люди будут смотреть и записывать. К сожалению, да, проблемы с авторскими правами, да, и, конечно, на первом этапе будет очень мало мультиков легальных, которых можно будет выкладывать везде. Те мультики, которые мы раньше делали, мы легально, вот, нам давала только телерадиокомпания Юля, финская, на Йолупуке и волшебный барабан, там, 51 минута, мы его дублировали на магический язык, его выкладывали. Они нам официально лицензионное соглашение присылали В общем, можно сказать, что вы трудности повернули в полезную сторону. Когда вас не взяли сотовые компании, вы начали заниматься марийским языком, и марийскому языку повезло тем самым. Да, потому что мне просто вообще не делало было ничего. Тут народ говорит, вот нет лицензионных кассет, дисков и так далее, а у татар есть. Почему так? Давайте вот этим разбираться. Я поехал в Барс-Медиа, там есть продюсерский центр Барс-Хекарс, у них радиостанция 24-60 это радиосы, я к ним зашел, я говорю, вот я хочу начать выпускать все то же самое на марийском. А ты сам хочешь? Нет, давайте совместно. Вот мы и совместно начали делать с ним. Так вот, сначала с этого начали. А потом в 2008 нет, в 2006 году я сделал марийский сайт, сайт на марийском языке. Я был такой, так горд, купил ноутбук с Windows XP, сделал сайт о буквы и вот эти А с точками и так далее, И с точками, О, У с точками, Н с хвостиком, они не видны, потому что там не было юникода тогда, Windows XP по умолчанию, юникод надо было доставлять, вот эти шрифты. Меня начали критиковать с Эстони и так далее, я тогда написал письмо белу-бейцу, сказал, я же тебе денег дал, а ты вот, тут марийского языка даже нету в твоем Windows, когда показали это все по НТВ, там, по ТВ-центру, по ОРТ, тогда народ начал мне подсказывать, что надо делать, и мы в 2011 году сделали такую большую конференцию, где подытожили, что для всех языков одни и те же проблемы, что все зависит от самых простых вещей, начиная с раскладки клавиатуры, чтобы были эти буквы юникодовские регулярного алфавита, которые используются. Мы составили список весь, всех букв в 2011 году в апреле, всех букв российских языков, у которых нет юникод. Составили этот список, сделали сборник, показывали всем, всем начальникам, показывали Министерству связи Российской Федерации, но у нас всех отфутболивали, потому что надо было тогда обратиться в консорцию юникода, чтобы этим буквам, которых нет, например, в юникоде, там, хантыские буквы, еще другие, да, буквы, им нужен юникод. Без юникода эти буквы не будут видны в интернете. Тексты на них будут видны в виде, там, каких-то прямоугольничков и так далее, других знаков. Далее, что нужно, там, системы проверки про описания. Вот я говорю, я буду делать систему проверки про описания. Мне тронт, строимся, говорит, да ты не сможешь с тобой. Я говорю, я смогу, я разберусь. Я сел, разобрался, сделал систему проверки про описания. Потом электронные словари, то же самое, вот мы сами разобрались, начали делать. Потом машинные переводчики. Вот сейчас, вот не зная ничего, ни одного, вообще ничего, я полезно и пошел делать сниженную речь. Вообще ни в этом ничего не соображая. Вот теперь я уже знаю все нюансы, как их готовить, как их там. Следующее, что я буду так же, не зная о теме, его буду делать, это распознавание речи. Я тоже думаю, что разберемся. У меня такой вопрос. Вот вы упоминали не раз то, что делается в Татарстане. Скажите, пожалуйста, а в других местах с другими языками есть похожая деятельность на вашу и на ту, что в Татарстане? Или это скорее исключение? Нет, почему? У нас в Сыктывкаре есть центр эмоционалистической технологии, которая немножко по ределу сейчас. Он состоит из лаборатории и бюро официального перевода. Бюро официального перевода там все, вот все, что распоряжение, указы, новости для сайта правительственного, они переводят сразу, в тот же день все переводят на ком-язык с русского, вплоть до синхрониста там есть, они синхронный перевод даже осуществляют. Плюс лаборатория разработки. Вот в Сыктывкаре в 2011 году я там тоже был в истоках создания этого центра эмоционалистической сайтовой технологии. Там есть хорошая структура. Далее в Казани у них есть НИИ прикладная семиотика при Академии наук республики Тарстана. Там целый коллектив работает над этим. Там вот если вот я вам сейчас покажу в сайте к ним. Один из переводчиков да? русско 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 татарский татарский переводчик онлайн. Вот у них видите татсов это вот переводчик здесь русско татарский татарское русское направление , которое сделали вот это НИИ прикладная семиотика они собрали для этого переводчика один миллион предложений. Для того, чтобы собрать один миллион предложений выровненного текста русско татарское направление правительство республики Татарстан выделило НИИ прикладной семиотики 40 миллионов рублей. 40 миллионов рублей не работать за эти деньги вот давайте посмотрим как работает их не переводчик русско-татарский например ведем какой-нибудь текст вы сейчас видите на этот демонстрации до слова фраза смотри черные чернила чернила перевод вот переводчик работает правильно фраза смотри черные чернила на татарский язык переводится как ура 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 артем правильно кара не совсем но почему за уши можно не только натянуть то есть три одинаковых слова это предложение смотри черные чернила и переводчик говорит что в яндексе есть наоборот смотри черные чернила кара чернила яндексе этот нюанс не понимает потому что вот если взять вот давайте возьмем яндексе направление перевода марийский марийский я тоже подобную вещь для марийского языка хочу сделать поймет не поймет я когда увидел ура-кура-кура да в татарском языке я такую фразу начал искать на марийском языке долго искал и эта фраза получилась так из трех одинаковых слов где было луда гуда 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 а не понимает короче не понимает лода года луда гуда с марийского можно перевести как серая утка читала серая утка читала утка как-то так как-то так еще какие вопросы ну коллеги есть последний шанс задать вопрос нашему докладчику если вопросы исчерпались то давайте артем еще раз кажется я все таки раз мы уже движемся к завершению я хотел узнать понятно что сейчас мы не можем на многие вещи повлиять да потому что как бы ну мы люди маленькие но в принципе если представить что у нас есть все возможности для того чтобы задавать направление для языковой политики вот вот все средства все рычаги есть там и так далее как бы ты сейчас выстроил стратегию именно продвижение марийского языка что сейчас нужнее всего нет ну я со своей колокольник что я бы делал бы если у меня было бы ресурс какой-то да я во первых бы собрал бы всех наших преподавателей которых выкинули на пенсию вот они очень работоспособны они вот автор словарей двухтомника русскомарийского десятитомника который сейчас одиннадцатитомник марийско-русского вот этих всех пенсионеров собрал бы дал бы им каждому ноутбук и подключил бы наполнению датасетов вот эти текстовые пары выровняют я показал бы как выравнивать главное ведь когда выравниваешь это ерунда а тут надо еще просматривать правильный правильный ли перевод потому что многие переводчики косячили когда эти переводили комедии с марийского на русский или с русского на марийский вот это надо выправить в этих базах плюс привлёк бы привлёк бы очень пенсионеров они бы без дела сидят это чтобы я сделал миллион предложений для переводчиков потом для людей бы отправил бы собирать датасет для распознавания речи синтезатор бы сам бы здесь сделал потому что синтезатор надо делать студии для распознавания речи собирать материал это вот отправил бригаду башкирию они там собрали там три тысячи записей да другую там другое место по всем районам республики вот собирал бы вот исходные материалы для вот всех этих вещей для автоматического переводчика машинного переводчика синтезатора речи распознавание речи вот это ну естественно я бы делал бы вот эти кучу дублированных мультиков их бы на поток бы поставил тех же пенсионеров привлёк бы которые идеальные переводчики они я им просто они не хотели бы даже брали бы где-то тексты которые сценарий надо перевести да они бы перевели другой бы быстро посмотрел как качество редактора выпускающих ну и и дальше дублировали вот такие вещи бы на первых этапах плюс привлёк парочку программистов которые бы все-таки мою библиотеку сделали которую мы бы потом приспособили бы на все языки россии все она у нас библиотека была бы единая почему его надо сделать так как я думаю потому что для русского языка мастер который делал сиголович создатель яндекса который умер он же его сделал на нем ну правда яндекс он особо его не рекламируют но они русский язык обрабатывают на системе на той похожей системе как я как я вот предполагаю сделать для других языков яндекс она коммерческая фирма свои вещи никому не показывает раскрывает но иногда нам удается что-нибудь них подглядеть тогда я собирал эти исходные данные для машинного переводчика никаких только форматах не я их делал там и экс там так пойдет она будет все равно чем ты сделаешь а потом мне удалось увидеть их не их не дата свет русско-английскую пару один миллион предложений там всего лишь два файла в одном файле предложение на русском языке одна строчка одно предложение другом файле то же самое на английском все вот так они яндекс и исходные данные всего лишь так а то что делать для каждого языка отдельно мы же для многих писали ты может быть не помнишь а так мы эти такие докладные записки дорожные карты кому только не писали там вот мурки писали все ваши писали комарова для комарова и писали андамантис для всех писали но зато да вот некоторые фразы то что мы написали например регионов какие-то да и иногда их где-то услышишь это приятно вот например когда путин проводил там хандамантиски какой-то совет на межнациональным вопросом что ли и там комарова путина задает вопрос а примите нам орфографию а а вот у нас нет вот у нас это ну да она там понимает что вот написано что вот нет букв 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 имеется и не коди и комарову требовал этого путина ну конечно интересно смотреть ну что же на этой оптимистической ноте ольга анатольевна еще ольга анатольевна хочет вопрос вопрос да пожалуйста да у меня там рука на оптимистической ноте торчит большое спасибо андрей валерьевич за доклад все ужасно интересно я только хочу одну вещь уточнить вы ориентируетесь все таки на стандарт да лугово-марийский просто вы сказали чтобы разные места там башкирию вот поедут люди что-то собирать вы как-то это потом нормализировать будете или как потому что все таки разные диалекты они мешают вот таким глобальным проектом то есть это не то что плохо это хорошо это наше богатство разные диалекты вот как вы с этим справляетесь ориентируетесь на стандарт у нас вот я последний раз сколько раз был в башкортостане последний раз бывал две недели назад там все преподают в школах газеты выходят на лугово марийской литературной норме вот там они главное вот в мариел мало кто использует мой спелчекер систем проверки правописания марийского языка а башкортостане все используют мою систему это было очень интересно они все все учатся в школе по лугово-марийской литературной норме да говорят да ну у них когда нашу литературную норму они говорят они совсем тоже по-другому говорят у них буква и звучит по-другому некоторые тоже звучат по-другому но это даже наоборот лучше мне кажется и поэтому как раз надо сделать так чтобы все это понималось и и диалект и так далее гарноморийский тоже мы будем делать тоже будем делать потому что я полностью вот сейчас я сижу разбираюсь грамматик гарноморийского языка все тонкости потому что когда я начал делать систем проверка про описание марийского языка самое первое что надо было сделать это выучить грамматику вот выучить грамматику и поэтому грамматическую грамматику тоже лучше но там тоже на стандарт горноморийский же тоже есть стандарт да 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 есть у нас еще конечно пропадает северо-западная речь марийского языка ну вот там часто есть появились некоторые люди которые хотят что-то начать делать в этом направлении посмотрим что у них получится если не будет ну что-то они будут делать мы конечно не будем будем им помогать жаль что это конечно северо-западная речь у нас кончается это такое тоже уникальная наречия где есть дополнительный падеж чем в других диалетах и наречиях марийского языка последний человек который отражал кавидяева которая работала у вас там она занималась этим северо-западной речи я даже заходил туда я спросил где она сидела за каким рабочим столом мне показали ну хорошо уважаемые коллеги давайте поблагодарим андрея валерьевича очень интересное выступление и необычное для нашего дискуссионного клуба пока что но я думаю что надо будет продолжать аналогичные темы находить спасибо большое андрей валерьевич не за что спасибо до свидания спасибо за вашу работу очень важно всего доброго до следующего раза спасибо за просмотр!